Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели в эфире интернет-портал Радио Центра Сангей, сегодня у нас вторник 12 апреля, ну а как мы все знаем 12 апреля отмечается очень серьезный день, это день космонавтики, в этот день в космос полетел впервые человек и программа которая выходит в этот день она достаточно символична, потому что называется эта программа путь своего высшего я, путь своего предназначения, дорога в жизни, ну и так далее, и время, ну сегодня сейчас у нас 8 часов утра в городе Чикаго, 9 часов на восточном побережье и всего 6 часов утра в Калифорнии, в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Ну а в Москве 16 часов дня, ну дело в том, что у нас на связи сейчас Россия и человек, который очень известен на некоторых, будем так говорить, кругах, мы с ним уже провели не одну программу, несколько программ у нас была в эфире, зовут его Сергей Мельников, И он себя просто называет просто западный шаман, ну на самом деле много чего и чем он, скажем, известен, но, как говорится, скромность украшает человека, вот мы только что об этом говорили, В студии присутствует Майкл Мельников, руководитель центра Сан-Гейтс, ваш покорный слуга, но против меня сидит Михаил Цепис, он имеет непосредственно отношение к теме нашей программы, и мы сейчас об этом будем говорить, но я хотел поздороваться с нашими друзьями. Сергей, здравствуйте. Добрый день, я рад вас приветствовать. Да, Михаил, здравствуйте. Добрый день, доброе утро, всем привет. Что такое Высшее Я? Давайте начнем с этого. Вот мы все слышим, мы все говорим свое Я, Высшее Я, ну Я, кто такое или что такое Я, смотрим на себя в зеркало, видим себя и думаем, я, вот это я, вот я в зеркале. Или мы себя представляем мужчина, мужчина, женщина, женщина, там, тонкий, толстый, худой, высокий, низкий, мужчина, женщина и так далее. Сергей, как Вы определяете для себя именно вот это вот Высшее Я? Так, Высшее Я для меня это то, что существовало до рождения и будет существовать после смерти. То есть это некая часть нас, достаточно глубинная, которая не имеет формы, не имеет пола, но в то же время является источником нашей формы, источником нашей личности. Когда Высшее Я приходит в этот мир, возникает личность как своего рода точка касания. Вот как только мы начали говорить о Высшем Я, давайте сейчас вернется Сергей. Ну, давайте я пока порушу. Давайте поговорим с Вами, Майкл Ципис. Ну, он хорошо сказал, Сергей, это действительно, в принципе, чисто технически он правильно сказал. Это то, что до рождения человека, то, что уже написано было в книге жизни Богом, и это то, что я называю Дух, Душа и Тело. Человек состоит из трех частей, Дух, Душа и Тело. Так вот Высшее Я в моем, в моей структуре, так как мы понимаем, это Дух. И это то, что потом придает форму нашему, нашей душе, ей свойства. От этого Духа идут особые, персональные, неповторимые. И форма тела. Вот в этом смысле он абсолютно прав, я с ним согласен. Сергей, вот Сергей появился у нас сейчас на экране, на связи. Было рассоединение, все-таки интернет и довольно большое расстояние. Ну, я попросил Михаила для того, чтобы пока не было паузы в эфире, чтобы он обозначил свое понимание этого Высшего Я. Вы сейчас с нами все слышите, да? Да, я сейчас слышу хорошо, приношу извинения, у нас тут отключили электричество. Но ничего, я все равно вышел. Тем не менее, сейчас, тут немножко по-другому. Просто у Вас большой шум в эфире. Так, сейчас лучше слышно? Лучше, но все равно шум. Вот сейчас... Я просто скажу сейчас с телефона сотового, потому что электричества нету, и интернета, соответственно, тоже только сотовый есть. Так, если у Вас сотовый, Вы выходите с сотового телефона, может быть, Вам не нужны вот этот хэдфон. Там, по-моему, неплохой микрофон в телефоне. Попробуйте так. Давайте попробуем так. Так лучше. Так, значительно лучше, да. Ага, замечательно. Итак, я услышал, да, что есть сходство в наших взглядах, что высшее Я – это, в общем-то, да, это и есть Дух. Для меня это тоже синоним, и что именно Он определяет наше движение по жизни. Единственное, это то, как Он определяет наше движение по жизни, может быть по-разному воспринято нашим рассудком. Рассудок, чувство, желание физического тела, они, можно сказать, вносят некоторые поправки. И вот этот комплекс вот этих вот тел наших, чувства, ум и физическое тело, это как своего рода становится самостоятельным комплексом, который в том числе пытается брать под полный контроль свою жизнь, тогда как в реальности должно быть так, что полный контроль должен быть в руках Духа. И проблемы с определением своего пути, проблемы с самоопределением, они начинаются тогда, когда ум начинает слишком сильно ходить на поводу у пяти органов чувств, у различной внешней информации, и начинает входить в диссонанс в той или иной степени со своим внутренним источником, дающим смысл и направленность жизни. Вот. То есть, высшее «я» в данном случае – это некий источник жизни, источник смысла и источник нашего существования, который, тем не менее, не присутствует в этом мире. Он не от мира сего. Вот. Но, тем не менее, он источник того, что происходит в этом мире. Ну, идея-то понятна, но это очень трудно обычному человеку, который в этом мире, а не потусторонним, если можно так сказать, и соответственным образом, да, и соответственным образом он этого не понимает. Как можно объяснить по-другому, как вы считаете? Я думаю, что высшее «я» – это, если брать напрямую внутренние ощущения, это специфическое чувство правильности. Назовём это так. То есть, оно есть абсолютно у каждого человека. То есть, мы внутри себя, в глубине души, что называется, знаем, что правильно, а что нет, куда мы правильно движемся, а когда неправильно. Но ум, он может обмануть себя и сделать вид, что он не знает, вот, что как бы замылить это восприятие, вот, или наоборот усилить его и воплотить в жизнь. То есть, вот этот голос, так сказать, потусторонний, он для нас вполне, ну как, не то, что прям совсем очевиден, но если прислушаться к себе, то мы всегда можем его услышать. И этот голос – это нечто большее, чем мысли, которые мы думаем, но через мысли он проявляется. Сергей, а как вы думаете, ну, человек стал на путь познания себя самого, своего высшего «я», и у него есть несколько вариантов. Точнее, он не то, что он стал, он захотел стать. Он начал читать книги, ну, жил-жил в материальном мире, мы все жили, я тоже имел западное образование, и как бы это не было принято в бывшем Советском Союзе, где я проживал, и не было совершенно ничего непонятного. Более того, религия там категорически запрещалась, все были атеистами. То есть, когда мы говорим о своем высшем «я», и вот Михаил сказал, это тело, дух, душа, body, mind, spirit на английском языке, или тело, ум, душа, можно, скажем, в христианстве это тело, дух, душа, к примеру. Но мы, как бы, инстинктивно, и вы это сказали, знаем о том, что мы все-таки, как бы, так сказать, не только тело. Вот с чего ему надо начинать, как ему надо это осмыслить, может быть, внутри самого себя, вот это сознание, прийти к этому сознанию, что мы не только тело? Я бы сказал так, к этому существует множество путей. То есть, сколько душ, столько путей к Богу. И это, то есть, тут очень много разных вариантов, и я думаю, не случайно, что существует в мире множество различных религий и прочих направлений духовных, потому что они ориентированы, можно сказать, на разные типы психики. Соответственно, как человек должен двигаться, как ему лучше прийти к осознанию своей души и чёткому следованию ей, зависит от его психических особенностей. Как это определить? Я бы сказал так, для себя я вывел достаточно такую простую формулу, что ситуация, в которой мы находимся, это голос духа, а то, как мы эту ситуацию оцениваем, это голос личности. Соответственно, если мы просто трезво взглянем на то, где мы реально находимся, в этом мы можем увидеть голос провидения, то, к чему нас оно подталкивает. А есть наша оценка, то есть, например, что мы начинаем как-то думать на эту тему в свете различных концепций, что это духовно, это бездуховно, это плохо, это хорошо. Существует всегда какой-то список требований или какие-то жёсткие предписания, что нужно, что не нужно делать, но все они относительны, как только они возникли. Чтобы увидеть реальность, услышать вот этот реальный голос духа, нужно очистить свой ум и осознать ту ситуацию, в которой ты находишься. И в этой ситуации будет виден тот шаг, к которому нас подталкивает наша душа. То есть, здесь важно успокоить ум, освободиться от каких-то концепций, давления различных концепций и обратиться к внутреннему знанию, позволить внутреннему знанию оформиться при взгляде на ситуацию. И дальше это знание, оно даёт понимание, как в этой ситуации себя вести, чтобы следовать высшему «я». На том уровне, на котором человек находится. Все находятся на разных уровнях осознания, но на каждом из уровней всегда есть необходимые инструменты, чтобы человек мог в любой ситуации найти и верно решить. Потому что если мы попали в какую-то ситуацию, значит, мы для неё уже созрели. То есть, мой рецепт – это ясно осознать, где мы находимся, и тогда мы поймём, почему и что делать дальше в соответствии со своим духом. Понятно, хорошо, спасибо, Сергей. И вот тут Михаил просит слово, с чем-то он согласен, с чем-то не согласен. Михаил, пожалуйста, вам слово. Ну, я вам скажу так. В целом, всё, что сказал Сергей, в целом, в принципе, я согласен. В целом. Однако я любитель. Клир. Есть такое понятие чистого, прозрачного, доступного изложения, которое мне открыл Господь. Как я думаю. Почему? Потому что, вот сразу скажу Сергею, нужна навигация Святого Духа, который исходит от нашего Творца. Если это навигация присутствует, вот навигатор, вот я еду куда-то, я включил навигатор, и он меня прямо к точке приводит. Если есть общение с Творцом, это уже первое начало духовной жизни. И мы рацио, наш ум, как вы говорили, чуть-чуть ставим на своё место, чтобы он лишнего на себя не брал. Вот так. Надо быть не глупым человеком, надо рационально к жизни подходить, балансированно. И финансово надо контролировать. И гигиену, и не придавать своё тело истязанию, и ногти стричь, и зубы чистить. Потому что есть такие подвижники духовные, от которых, извините, смердит. И они своё тело игнорируют. Ничего подобного. Нужно делать всё по навигации свыше. Вот иерархия должна идти так. Я, начиная общаться с Творцом, я ему говорю, да, я понял, что я состою из Духа, Души и Тела. И я тебя очень прошу, войди в мой Дух, войди в мою Душу, войди в моё тело, наитием Святого Духа, сверху вниз, никаких снизу вверх, а сверху вниз. Потому что снизу вверх идут йоги. Это они. Я, 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 якают и якают. Но это их дело. Я никого не... Я просто говорю, что у нас идёт сверху вниз. Когда идёт сверху вниз, вот тогда идёт навигация. И я получаю информацию Дух, Душу и Тела. Я понимаю, о чём вы говорите. В данном случае мы сейчас не противопоставляем точки зрения. Мы сейчас беседуем с Сергеем Мельниковым. Ну, я ему так пример привёл просто. Я понимаю. Ну, вы сейчас вашими словами глаголит, знаете, как перефразирую, глаголит Библия. Мы сейчас не в конфессиях. Мы сейчас... Это философский вопрос, на самом деле. Я могу тоже свою концепцию сейчас озвучить. Она, может быть, и будет отличаться от многих других. Но этот, так сказать, человек будет решать. В данном случае, вот, мы беседуем сейчас с Сергеем, а ваше мнение о том, совпадает или не совпадает, это же... Я просто внёс более чёткое представление. Всё идёт сверху вниз. Ну, это ваше чёткое представление. Сказать, что вы внесли чёткое представление в беседу, трудно сказать, потому что она может быть чёткая для вас. Но она вполне... Не, ну, вы... Мою структуру... Вот вы слышали, что говорил Сергей? Сергей говорил про ситуацию. Сейчас мы спросим... Сейчас давайте мы спросим... Не-не, по именечку. Я хочу уточнить с вами. Вы слышали, что говорил Сергей? Не-не-не, мы с вами побеседуем... Подождите, у нас сейчас не дискуссионный клуб, у нас сейчас время. Это время в эфире ограничено, простите. И у нас сейчас время... Ну, хорошо, пусть скажет Сергею. ...отдано Сергею. Я вас пригласил для того, чтобы просто, так сказать, ну, немножечко, может быть, подискотировать, но не так глубоко, как вы предполагаете. Тем более, что у Сергея время ограничено. Он очень и очень занятой человек. У него консультации. Спасибо большое. Выбрано только вот в очень и очень небольшой промежуток времени. Сергей, пожалуйста, вам сейчас, так сказать, слово. Ну, вы прокомментируете или поехали дальше туда? Я согласен с тем, что влияние идет сверху вниз, но просто, чтобы его воспринять, надо немного успокоиться и очистить ум. Так что, ну, в целом согласен, а дальше, да, тут всегда есть масса нюансов в любой конкретной ситуации. Дело в чем. Вот я, скажем, не теоретик, я практик, да, ну, как и вы. Я не сижу в городе Чикаго только или в городе каком-то другом и сижу и слушаю проповеди, читаю книги. Я еще езжу. Причем я езжу в места силы, как и вы ездите. Я много раз бывал в Индии. Я жил в разных странах. И в Бразилии я общался с разными людьми и в разных конфессиях, скажем так. И я полагаю так, что мы, да, три едины, но начинать надо не сверху вниз. С моей точки зрения, потому что вот это тело, а тем более мысли, то есть функционирование тела на уровне земном, ну, знают все. Мы все тела, мы все едим, мы все спим, мы все есть четыре принципа, отличающие нас от животного мира. Они общие для всех, и для людей, и для животных, но есть разум, которых у животных отсутствует. Так вот, если тело не подготовлено к чему-то, скажем, ну, тело хочет одного, а ему говорят, нет, надо делать другое. Вот тело бывает не согласно. И людям, чтобы дойти до какого-то там высших академии материи духовного мира, ему надо еще спокойно подготовиться. Поэтому восьмиступенчатая система йога, в которой, кстати, вы занимаетесь, и аштанга йога, и мудрец Патанджали, он и привел эту систему для того, чтобы быть, вначале подготовиться. Это яма-нияма, это пранаяма, это асаны, ну, и дальше пошло все. То есть есть пути определенные, и как раз это для тех людей, которые, в общем-то, связь потеряли с Творцом. Ну, такая у нас реальность, такой у нас мир. Как вы считаете, это так? Я думаю следующее, что инициирующий импульс, он всегда идет от духов, в том числе он инициирует нашу жизнь. Дальше идет отклик тела, отклик личности. Отклик личности – это как бы уже реакция на вот этот вот импульс от Духа, и эта реакция, собственно, и образует различные духовные направления. То есть можно сказать, что вот этот путь снизу вверх, он идет по пути, который проложен лучом Духа. И как идти по этому лучу? Существуют, соответственно, разные традиции. Ну да, вот аштанга йога мне близка, и можно сказать, да, что сначала мы вроде бы идем сверху вниз, ой, снизу вверх, но мы идем уже по пути, который выбрали сами в качестве высшего я до рождения. Так что здесь и снизу вверх, и сверху вниз, они как-то вот тесно переплетаются. Действительно, необходимо подготовить тело. Конечно, то, что наверху, то и внизу, это же принцип тросмегиста, поэтому это же, так сказать, было изначально. Просто сегодня время другое немножечко. Сегодня у нас люди мотивированы совсем другим. Еще раз, в бывшем Советском Союзе были все атеисты. Это здесь у нас есть возможность, у нас свободная страна, так скажем. Да и везде теперь, во всем мире, это как бы нормально, естественно, каждый может выбирать свою дорогу. Сергей, скажите, вы прошли многие пути, мы сейчас не будем озвучивать, да и время у нас так как бы немного. Скажите, вот из вашего опыта вы консультируете людей, у вас есть свои программы, вы изменили свою, так скажем, жизнь за последние, там, ну не знаю, наверное, лет 7-8, да, может быть и больше. Как вы лично двигались, и почему вы решили поменять, вот мы беседовали до начала нашей программы о том, что вы были там в пост, было у вас голодание там 18 дней. Ну, короче говоря, все идет для того, чтобы вот по этому пути, к которому вы следуете. Почему? Я ощутил, что для моего типа психики, вот этот йоговский путь, он в принципе подходит, но с другой стороны, я вижу множество параллелей с христианством, потому что везде есть практики, связанные с остановкой мысли, с успокоением ума, и можно сказать, безмолвным единством со Святым Духом, с Богом, или будь это Дхьяна, с Тамадхи в восьмеричном пути. И я просто вдруг однажды начал понимать, что за этим стоит. До этого момента я работал в основном в сфере, так сказать, личных интересов. И вдруг внезапно под влиянием различных факторов я ощутил, что есть нечто большее. И следовать этому большему для меня будет правильно через практику медитации, а также элементы дыхательных практик и асан, чтобы тело, оно могло нормально быть проводником вот этих, можно сказать, высокочастотного присутствия. И в том числе не терять здоровье от проявления неких сил, которые возникают вследствие усиления присутствия Высшего Яя. Нужно быть чистым. Я понял. Сергей, Вы согласны с концепцией христианства только христианство или какими-то другими концепциями, ведические знания, скажем, иудаизма, мусульманство, может быть, все-таки это Слово Божие, и Коран, и Библия, и Веды, и Тора, это все одно и то же. Безусловно, безусловно. Я, кстати, начинал в свое время именно с иудаистской традиции, с каббалистики. Вот. Она мне достаточно близка и по сей день вот эти принципы определенные. Христианство, с мусульманством я просто меньше знаком, мне сложно судить. Ведическое знание, безусловно, индуизм, буддизм, во всем этом я вижу нечто общее, но есть и разница, ну, можно сказать, в способе делания. Но, по сути, чем глубже я, как сказать, двигаюсь к этому истоку, тем меньше я вижу противоречий между этими религиями и больше единства. И, по сути, все в большей степени мне как-то, что называется, все равно, в каком храме молиться, потому что везде единое присутствие. Михаил, что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что в отношении аскезы физического нашего тела, да, это очень правильно, и все упражнения хатха-йоги, и какая там еще, раджа-йога, да, есть это? Разные йоги есть, асаны. Я думаю, что если человек чувствует, что это дисциплинирует его тело, он утром встает, бодренько себя потом чувствует, он умеренно питается, у него хорошо работает пищеварение, он сексуально, я извиняюсь, что я говорю, сексуально сбалансирован. Но это в Советском Союзе его не было, а у нас там. Да, и я имею в виду, вот это вот слово сбалансированность, умеренность, мужество, терпение, струночкой подтянутое тело, неважно, можно заниматься просто физкультурой, можно заниматься, асаны делать йоговские, можно делать все, что угодно. Это персонально и личностно. Вот я недавно познакомился, хора-йога есть, такая оказывается, хора-йога, кто-то там ее... Ну, она не йога, она просто хора, оно исповедует внутри, да, есть принципы йога. Я, например, использую упражнения вот этой хоры для того, чтобы сбалансировать свой позвоночник, вот, и прочее другое. Поэтому, что касается тела, это персонально, питаться, голодать, что кушать, это надо обязательно делать. Я же начал с того, что нужно чистить зубы и обязательно... По-моему, чистить зубы, для этого не надо... Нет, я знаю, что я говорю, люди в России очень плохо смотрят за своими зубами, я говорю это серьезно, я не шучу, и прочее другое. Поэтому, и вообще, человек должен контролировать свое тело обязательно. И вот, если в нем есть эта дисциплина, и он должен призывать высшую силу, чтобы она снизошла благодатью на его тело. Да вот тут вопрос. Но не истязать тело. Это понятно. Почему? Вот мы же знаем, что надо истязать свое тело, чтобы усмирить свое... Это ложь. Это ложь, я хочу сразу сказать. Вот в книгах христианских есть такое. Он подражал святым отцам. И очень часто слово подражал. Никому подражать не надо. Надо свой оригинальный услышать эту навигацию, голос навигации, услышать свой оригинальный путь. Не подражать никому. Я понял. Скажите, у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, все-таки, что первично, с чего надо начинать? Вы же произнесли фразу «Мы должны идти сверху вниз». Вверх имеется в виду духовное, а потом уже физическое. Это мы понимаем, но ведь, скажем так, тело человека не подготовлено еще. Ну, мысли его не подготовлены. А вы ему предлагаете, давайте мы пойдем сейчас в Храм Божий и будем слушать проповеди. Что, в общем-то, и нормально, и правильно. С чего надо начинать? Готовить тело или готовить сознание, готовить дух? Это идет все одновременно. Одновременно это не идет. Еще как идет. Вот это есть заблуждение. Люди хотят динамический процесс духовного пути к совершенству. Я вам сейчас приведу пример. Подождите. Я сейчас произнесу очень важную фразу. Очень. Очень важно. Люди хотят динамический процесс пути к совершенству разделить на статистические на статические. Стати... Как? Статичные. Статичные составляющие и при этом при этом как говорится соблюдается форма а якобы динамика присутствует. Ничего подобного. Смотрите, что происходит. Когда человек получает от Бога импульс путь к совершенству, он одновременно контролирует и дух и душу и тело. Но это идет сверху вниз. Уже сам сигнал. Пожалуйста, утром встань. Будь организованным. Встань на полчаса раньше. Это свидетельство свыше идет. Приказ. А, пожалуйста, умойся. Прими душ. Сделай физкультуру. Сделай упражнение асанете или что хочешь. Понимаете? Понятно. Это откровение свыше идет. Давайте, да. Для целостной натуры. Михаил, все понятно. Откровение свыше, оно идет. Не у всех, правда, идет. Сергей, как ваш путь, вот как вы это все объясняете вашим ученикам. Понятно, сами делаете. На своем примере это показываете. Я бы сказал так, что я увидел два варианта пути, вот таких, если глобально разделить, достаточно грубо. Первое, это человек начинает с тела. Он занимается энергетическими практиками и от энергетических практик он дальше накапливает некую энергию, его сознание растет и он начинает чувствовать дух. И это путь как бы один. Второй путь, которым, собственно, я еще иду, это когда сначала я ловлю некий импульс смысла глубинного, а потом уже как бы я под этот импульс адаптирую все остальные действия. То есть, до тела я дошел потом. Сначала я ощутил вот этот импульс в 18 лет. Он выглядел как утрата полная смысла жизни. И депрессия, что все цели, к которым я бы вроде бы стремился, там закончить институт, все такое. Все это смысла никакого не имеет. Но потом вдруг вот в некой, так сказать, глубине депрессии я ощутил нечто за пределами моих целей и ума. И вот этот импульс, он уже направил меня в другую сторону. И вместе с этим импульсом появился смысл физических каких-то действий. Потому что состояние мое было плачевное, я не видел смысла ни в чем. Вот сначала появился смысл, потом под этот смысл подобралась система действий, восприятия и так далее. Она потом корректировалась, но начал я именно с сознания. Но при этом тело, конечно, у меня было в плачевном состоянии. Потом до меня дошло, что надо с ним работать аккуратненько и вдумчиво. Конечно. Люди, которые наоборот идут, которые, ну, можно сказать, спортсмены, которым не особо нужен смысл вначале. Им просто интересно вот это вот исследование работы с энергиями, почувствовать силу, развить тело, развить ум. И потом уже через это приходит смысл. Оба эти пути, они в равной степени правомерны и на каждом есть какие-то свои ловушки. Но я как раз воспринимаю в основном, что сначала мне нужно своим сознанием где-то там дойти до чего-то, а потом уже подтянуть туда тело. Но бывают, могут быть и другие варианты. И я видел их, и люди достигли в этом действительно хорошего успеха. Ну, вы же понимаете о том, что ваш путь это ваш путь, мой путь это мой путь, и каждого человека путь это лично его путь. Если бы мы все это, так сказать, знали заранее, и могли, ну, как в те древние века, до мамонтов, когда еще жило ведическое общество, вот они знали, поэтому оно и называлось ведой, знающие люди. Сегодня люди не знают, сегодня люди идут за своими учителями, да, в общем-то, и раньше шли, но они обладали качествами. И сегодня люди, как правило, ну, часто опровергают, или они выбирают какого-то своего учителя, какую-то свою конфессию, и они идут туда. Причем, как часто бывает, к сожалению, чаще, чем во всем остальном, вот, мое направление, оно самое правильное, самое лучшее. Почему? Ну, я точно знаю. Я уже сам попробовал, я это знаю. Моя конфессия самая лучшая, мой бог самый главный, всех остальных богов нету, а есть только мои, поэтому ты абсолютно, ты сумасшедший, если ты идешь туда. Таким образом, поэтому, ну, скажем так, вот вы только что сказали, вы поняли, что это вам абсолютно не надо заканчивать институт, который заканчивали. Да, я это знаю, я тоже через это прошел, я тоже знаю, что это не надо. На самом деле, вот, занимаясь психологией очень много лет, скажем, десятков даже, я пришел к выводу, что действительно не надо. После того, как закончил, так он уже стал не надо, я понял. Не потому, что закончил, потому что прошел через многие пути и практически. Но прошел. Но прошел. Слава Богу. А потому, что знаний, а потому, что знаний у нас изначальных нет, у нас нету человека, который нас ведет по этому пути, а раньше детей, детей готовили, были школы, они назывались Гурукула, и там людей, детей воспитывали именно с точки зрения знаний, их принадлежности к какому-то слою общества, кастовой системе и так далее, и как это все надо идти продвигаться по пути своего предназначения. Я не забуду, как-то у нас был один довольно известный человек, лектор, он объяснял, чем отличается образование на Востоке и чем отличается образование на Западе. Очень интересный момент. Это как раз характеризует то, что сказал Михаил о том, что это все идет параллельно. Безусловно, это идет параллельно, просто у нас действительно есть очень у многих разрыв между этой параллельностью, есть черное и белое, там нету полутонов. Так вот, на Западе все идет с простого к сложному. К примеру, рисуется точечка, потом рисуется черточка, вокруг рисуется кружочек, добавляются буковки и так далее, потом слова и так далее. И вот человек заканчивает какое-то, скажем, высшее учебное заведение, ну, в данном случае это на Западе колледж, и его спрашивают, ты кто? Он говорит, ну как, я бэтчелор, я мастер, я PHD, или даже MBA, вот, высшая квалификация такая в бизнесе. А на Востоке удивительно, происходит все то же самое, та же точка, та же палочка, кружочек, буковка, но на каждом занятии, говорит, ну главное Бог. И когда спрашивает у человека, точно такого же, который закончил, точно такое же высшее учебное заведение, спрашивает, ты кто? Он говорит, а главное это Бог. То есть, сознание, материя, и вот понимание того, что мы не произошли, скажем, от обезьяны, но можно сказать, можно сказать о том, что все-таки эволюция, она существует, и люди, в общем-то, эволюционируют. Но, Сергей, скажите, вот вы для себя определили, это было, так сказать, отвлечение, у нас же беседа все-таки, и вы для себя определили, вот с помощью проб и ошибок вы знаете, что вам надо, и вы начали свое образование, и теперь вы образовываете людей. Вы им предлагаете, как образовываться, скажите, вот ваша методика обучения людей. Мой основной принцип это проявить внутреннее знание. То есть, грубо говоря, сам метод, он как раз описан исчерпывающей одной строчкой в йога-сутрах по танжале, где говорится, что йога есть удержание материи мысли, чьи-то от обличения в образы, в ритте. И тогда, если человек достигает вот этого состояния пустотности осознанно, возникает внутреннее знание, кто он такой и что ему делать дальше. А остальные внешние знания, внешние дисциплины, они как бы уже ложатся на эту основу. И я, как бы, в свое время испытав дефицит именно этой основы и как-то решив этот вопрос, помогаю людям сейчас решить этот вопрос для себя. Через технику медитации, основной принцип которой заключается именно в остановке мысли, но осознанной остановке мысли, потому что неосознанно, а мысль останавливается, когда мы спим, например, глубоким сном без сновидений, но мы себя не осознаем в этот момент. А когда мы себя осознаем в остановке мысли, тогда проявляется некое присутствие, которое больше, чем мысль, больше, чем концепция, и оно, собственно, и утоляет некую жажду, которую ничто другое утолить не может. То есть, это голос духа проявляется в этой пустоте и тишине. И я способствую тому, чтобы у человека возник этот голос свой. Хорошо, мы сейчас немножко поговорим с вами о медитации. Вот тут Михаил просит слово, что-то вот он хочет добавить. скажем, да? Вот тут возникла одна плоскость, которую затронул Михаил, и вы, Сергей. Я очень коротко свое мнение. Значит, основной принцип действительно западной педагогики, дидактики, это от простого к сложному, от известного к неизвестному. И вот возник вопрос, учитель, наставление. Да, безусловно, учитель нужен. Но вот самое главное, к чему должен подвести учитель. Вот вчера я давал урок по фехтованию, и подходит мне папа и говорит, ну, Миша, ну, что ж ты делаешь? Ну, надо же ему рассказать, как надо фехтовать. Подскажи ему, как менять тактику, стратегию. Я ему говорю, послушай, ты хочешь, чтобы я убил в нем творческий импульс? Ты хочешь, чтобы я ему все расписал, как ему фехтовать? Я тренер по фехтованию. Значит, получается такая вещь. Наша задача подвести к источнику, кто учит. А сказано, Дух Святой вас наставит на всякую истину. Я желаю и вам, Сергей, и вам, Михаил, чтобы вы начали общаться со Святым Духом, и он нас всех будет наставлять на всякую истину. А поначалу, безусловно, и читать, и педагог, и упражнения, все-все-все это надо. Но подойти надо к высшему педагогу. Это мое мнение. Ну, насколько я понимаю, я говорю про себя, да и не сомневаюсь, что и Сергей подтвердит. Он уже общается с высшим, то, что вы определили, и я общаюсь. Только мы в своем общении, наверное, общаемся с разными, скажем, сущностями, возможно, но это высшее создание. Не уверен, не уверен. Может быть, мы с теми одним и тем же. Может быть, и с теми. Я просто допускаю, что это возможно. То есть, каждому человеку, каждый человек выбирает свой способ общения и с кем ему надо общаться. Это нормально. А критерий, знаете, какой? Когда мы общаемся и имеем терпение друг к другу. Это не критерий. Ну, окей, можно назвать это так, но у каждого, на самом деле, свой критерий. Это просто, с моей точки зрения, критерий чего? Общения? Да. А критерий выбора, я думал, вы скажете сейчас. Критерий состояния человека. Если он имеет терпимость, терпение и толерантность, он на хорошем пути. Вот я так говорю. Это, это, правильно. Сергей, если вас нету, или, допустим, вы со всем согласны, тогда давайте мы перейдем, поговорим немножко о медитации. Дело в том, что медитация это то самое, скажем, главное, но, к сожалению, к сожалению, мысли, у нас их, есть образное представление, что такое мысли, это обезьяны, которые никогда не остановятся, они будут постоянно прыгать с места на место, и мысли, это как вот эти манки, с которыми постоянно прыгают. Я знаю людей, и сам имею посвящение в разные виды медитации, официальные в Индии, транседитальные и так далее, но вот люди, они 25 лет уже медитируют, а то и больше, и 40 лет есть, я знаю людей, которые медитируют, они говорят, не получается остановить мысли, они постоянно приходят, приходят, но другой вопрос, просто не надо концентрироваться, и они, конечно, уходят, но вот остановить поток этих мыслей, ну, трудно кому удается, если только человек уже не вышел на какой-то там 7-8 уровень. Я прошу прощения, а зачем их останавливать? Вот об этом сейчас нам говорит, вот об этом сейчас нам говорит Сергей. Я бы сказал так, что я пришел к выводу следующему, силой остановить мысль, это вот похоже вот на что, когда одна рука тянется к конфете, а вторая рука хватает ее и не дает, и в итоге возникает некое напряжение, да, мы конфету не берем, как бы, но как только руку отпускаем, то автоматически, значит, она хватает конфету. Вот, соответственно, часто остановка мыслей, которую человек практикует, похожа вот на это. То есть он одной мыслью, мыслью о том, что надо держать мысли, он хватает все остальные мысли, и возникает вот, да, вроде как ничего нет, но какое-то вот напряжение, и надолго не получается. Другой вариант, это просто расслабиться. Созерцать конфету просто, как один из объектов, который ничем не выделяется на общем фоне. И я для себя нашел способ, что нужно созерцать свои мысли просто как одно из явлений природы. Вот есть дождь за окном, мы не пытаемся там с ним ничего сделать, или ветер, или солнце. Так же и мысли движутся среди нас, или гуны движутся среди гун, как написано в Гавадгите, например, да, это не я действую, а просто некое движение. И мы перестаем с ним отождествляться. Это аналогично расслаблению руки. То есть мы расслабляем то, чем мы думаем, грубо говоря. И тогда со временем эти мысли сами успокаиваются. Мы достигаем более спокойного состояния. Далее, как бы, из подсознания. У нас в подсознании есть много напряжений, которые на поверхности сразу не видны. И после периодов безмолвия могут быть наоборот, периоды необычайно активных, всяких странных лихорадочных мыслей и снов. Это связано с чисткой подсознания. То есть, но потом со временем все меньше ненужных мыслей, и, грубо говоря, ум включается только тогда, когда это реально необходимо. А не жует постоянно какую-то, грубо говоря, жвачку для мозгов, да. Но вот когда надо сосредоточиться, мы думаем, решаем, потом находимся в спокойном состоянии осознавания, созерцания, единства с Духом. Вы знаете, это действительно, во-первых, это очень образно, и это абсолютно правильно. В данном случае, вот Михаил мне показывает, и я с этим полностью согласен. Я бывал и бываю на ретритах, и в том числе на буддийских. И вот на одном буддийском ретрите, в Випассане, это мы знаем, есть такой, там была такая, скажем, ну не то, что медитация, ну такая практика, одна из практик была, когда у человека есть какая-то боль, возникает телесная боль. То есть, как человек реагирует? Ему болеет, значит, у него есть вариант. Принять таблетку, трудно не обращать внимания, особенно, скажем, болит голова у человека. Ну, взял таблетку, голова просла там на какой-то момент, потом опять болит. Это же не решение проблем. Она болит, во-первых, что есть чему болеть, сами понимаете. А если бы не было, то было бы еще хуже. Поэтому, да, так вот там была система какова. И рассказывал тот, который, вот самый главный такой, Гуэнка. И он рассказывает, как он пришел на эту Випассану очень давно, это было, его уже самого нет в живых. Он пришел на Випассану и говорит, вы знаете, вот у меня головные боли дикие. И я хотел бы, потому что я слышал, что можно избавиться от этого. И мы ответили так, нет, мы тебя не возьмем. Он спросил, как, почему? Вы же берете всех. Ну, потому что вы пришли с целью. А цель, это и есть то, чего не должно быть. То есть, так сказать, Будда, когда он был просветленный, он учил тому, что не надо быть к чему-то отеч, или к чему-то быть привязанным. То есть, как вы только что правильно сказали, я, у нас есть мысли, я не хочу ни о чем думать, я не хочу, чтобы не было мыслей. Ну, ты уже хочешь, чтобы их не было, значит, ты изначально уже делаешь не так. То есть, нельзя не хотеть. То есть, вот оно есть, оно есть. Совершенно верно. Поэтому, там была очень интересная вот эта практика. И вы знаете, я проверил на себе. То есть, у меня болит голова. Я сижу, ну, болит голова совершенно определенно, причем тяжело сидеть, тяжело же медитировать, в позе, там, лотоса, подмассана. И я сижу в этой позе, так сказать, медитируя, голова болит. И вот, таблетки я не пью, скажем так. И вот, я решил попробовать эту методику. То есть, болит и болит. И я стал думать о том, что, ну, болит, ну, вот есть такая болезнь головы, скажем так. Вы знаете, как только я перестал сопротивляться, и как только я перестал об этом думать, что у меня болит голова, а стал именно думать о том, что она болит, ну, просто как в процессе, что она болит, вы знаете, прошло. Это меня поразило. То есть сейчас я уже давно туда не посещал, и голодные боли не присутствуют. Ну, у многих бывают такие моменты. Я не могу добиться вот этого состояния, которое я добился тогда. Но то, что вы сейчас рассказали, это как раз мне вспомнилось вот тогда, когда я был на ретрите абсолютно правильно. Сергей, у нас, к сожалению, время вашего, не то, что у меня нет времени, у вас нет. У вас сейчас начинаются программы и консультации, поэтому мы выбрали такое раннее время для нашего города. Я хотел уже построиться под вас. Скажите, пожалуйста, ну, вот из вашей практики вы уже там какое-то время этим занимаетесь. Те люди, которые к вам приходят на занятия, которых вы обучаете, их практический опыт уже как-то, они изменились, им это нравится, они уже что, отошли от материальной действительности, скажем так, им уже неинтересно заниматься вот такой деятельностью, где надо чего-то там добиваться, и в том числе материальный благ. Я бы сказал следующее, что изменился у многих способ взаимодействия с материальным миром. То есть, если есть, можно сказать, по большому счету, два разных состояния взаимодействия с ним. Первое, это когда материальный мир затмевает собой все и служит источником мотивации, поглощает. Второе, когда он служит полем выражения духа. И многие действительно достигли того состояния, когда они используют материальный мир как поле выражения духа, или как это, царствие Божие на земле, да, то есть есть такое выражение в христианстве. Человек строит свое царство духа маленькое, вот, вместо того, чтобы ходить на поводу беспорядочных желаний. В этом плане, да, у многих это начинает получаться, но это всегда проходит через кризисы. В том числе люди справлялись с очень тяжелыми ситуациями, связанные с тяжелыми болезнями, включая смертельный рак, там и так далее. Но это уже единичные такие случаи. То есть, есть примеры очень таких стойких духом людей, которые через все это прошли благодаря практике медитации и вот своей, можно сказать, природной целеустремленности. То есть, но в принципе это доступно, я думаю, каждому. Вот, просто это вопрос созревания и готовности работать над собой. Причем работать расслабленно, спокойно. Вот именно сложно понять вот этот вот момент, что, чтобы быть собой настоящим, не нужно что-то делать, нужно перестать делать лишнее. Вот, то есть, мы совершаем массу лишних движений и в этой суете теряем себя. А когда мы просто перестаем суетиться, все встает на свои места и наше маленькое царство духа начинает потихонечку проявляться. Царство Божие внутри нас, да? Ну да, да. Ну, хорошо, хорошо. Михаил, если вы хотите, у вас есть 30 секунд времени. Я хочу сказать, что и дождь смывает все следы. Все, опять-таки я говорю, как я верю. Мое вероучение говорит о том, что вот эта сила сверху и остановит твою мысль, и продвинет твою мысль, и очистит твою мысль. Все идет сверху Святым Духом. Всем желаю его иметь. Спасибо огромное вам, Сережа. Очень приятно было с вами побеседовать. Сергей, да, большое спасибо. Нам действительно пора заканчивать. Несколько нам, сколько вам. Поэтому, ну, в нашей программе с вами всегда очень интересный и познавательный. Сегодня у нас была тема, я бы так сказал, больше философская, чем какая-то такая, что ли, практическая. Но мы к этому подойдем. Если то время, которое сегодня мы были, и тот день, который сегодня мы с вами договорились быть в эфире вас устраивает, то, может быть, мы встретимся тогда уже через неделю. Или мы с вами тогда, так скажем, договоримся уже после эфира, когда мы с вами будем встречаться. Но так или иначе мы будем встречаться. Сударист. Да, дорогие друзья, обращаюсь сейчас к радиослушателям интернет-портала радиоцентра Сангейс. Я вас благодарю за то, что вы были с нами. Программы, которые у нас идут в эфире, они идут не только в аудио, они идут и в видеоформате. Если есть такая возможность, если нету рассоединения и есть картинка хорошая, то мы их выставляем. Но так или иначе они будут выставлены в YouTube и на Facebook, SunGates Radio, Facebook, SunGates Radio. Телефон у нас в эфире для жителей Соединенных Штатов. Кто хочет позвонить из других стран, пожалуйста, то же самое. Это 847, единичка, это код страны, 1847-226-9956. Ну, а Skype SunGates, солнечный оборот на конце буквы, SunGates 1-0-8. И тройное W SunGates Radio.com SunGates Radio.com Спасибо еще раз вам большое, Сергей. Спасибо, Михаил. Михаил, я хотел бы просто представить его. Все-таки это христианский проповедник. Ну, и мы ввели программы, у нас было много встреч с Михаилом в студии радиоцентра SunGates. Мы будем продолжать эти беседы и приглашаем всех в них поучаствовать. Я получил массу удовольствия. Спасибо еще раз всем. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Всего доброго. До новых встреч. Всего доброго. Удачи. Удачи.